В спортивном клубе «Атлант» тренировочный процесс начался сравнительно недавно. Летом клуб перешел на щадящий режим тренировок, чтобы совсем не потерять форму, но и отдохнуть и набраться сил перед предстоящим длинным сезоном. Поэтому первый месяц лета ребята еще провели в зале, а вот июль и середину августа заслуженно отдыхали. Но спортивная дисциплина не дала юным кикерам расслабиться полностью. И сейчас на старте сезона нагрузки на тренировках «Атланта» большие. Главная задача для спортсменов – подойти к первым турнирам сезона в хорошей физической форме. Иначе никак, ведь изменений много, а цели у тренера на сезон очень амбициозные. «Ребята, которые мастера спорта, полностью перешли в тренерскую деятельность. Такой у нас новый поток начинается. Ребята, которые 15-16 лет, будем пытаться выигрывать, будем пытаться уже выступать на более серьезных соревнованиях. Могу выделить ребята, которые у них уже были старты на больших соревнованиях на чемпионат России, ездили – это Армен Минасян, Даня ездил, Федоров. Вот на них делаем ставку и им будем заниматься». Эти ребята заявили о себе в прошлом сезоне. Теперь им нужно вновь доказывать на ринге, что прошлый успех – не случайность, а закономерный результат упорных тренировок и мотивации. «Вообще хотелось бы выполнить какие-нибудь нормативы, например, кандидата в мастера спорта. Но сейчас, в октябре, скоро будет Кубок Москвы, и мы постараемся себя проявить в этом турнире». Но и до Кубка Москвы в конце сентября состоится еще один турнир по значимости для клуба «Атлант», не уступающий лучшим турнирам России. «Традиционный турнир памяти моего тренера, нашего лидера и руководителя Смахвалова Юрия Алексеевича, которого не встал несколько лет назад. И в честь него мы проводим ежегодный турнир. Хочу заранее всех пригласить 29 сентября в новом спортивном центре в 5-м микрорайоне, в Аколовской Слободе. Триумф, который называется, будет турнир памяти Юрия Алексеевича. Начало боев будет в 13.00, до этого будет предварительная взвешивание, в 13.00 начнутся бои». На этом турнире соберутся бойцы из разных городов Подмосковья и Москвы, так что поддержка клинским спортсменам понадобится. Да и для тех, кто хочет попробовать себя в кикбоксинге, будет здорово посмотреть на этот вид спорта вживую и определиться с выбором окончательно. «У нас такая хорошая и радостная новость, мы расширяемся. Помимо здесь, пролетарский проезд, дом 10, где мы тренируем уже много-много лет, сейчас мы также будем тренировать в Ледовом дворце. Сейчас мы уточняем расписание, будем набирать туда группы, как юных спортсменов, так и ребят, которые, ну, более взрослые, которые хотят приобщиться к кикбоксингу». Редактор субтитров А.Семкин